Друзья, всем привет! Александр Арсений на связи и один из подписчиков нашего канала подкинул мне сейчас одну очень интересную задачу, решением которой я хотел бы со всеми поделиться. Ну и если вдруг, кстати, кто-то решит ее более легким способом, то, пожалуйста, в комментариях делитесь об этом. Значит, задача в следующем. У нас есть некая произвольно формирующаяся строка и нам нужно остановить формирование этой строки, если вдруг в ней встретятся два символа заранее предопределенных. Ну вот, например, из этого массива. Как только какие-то два из этих символов у нас вновь в формирующейся строке встречаются, мы прекращаем формирование этой строки. Значит, ну давайте сперва сделаем произвольное формирование. Ну вот наша строка. Сперва она у нас пустая и потом мы начинаем, соответственно, к этой строке добавлять рандомные символы. Вот функцию создания рандомного символа я уже сделал. Ну, единственное, что она у нас выдает только маленькие английские буквы, поэтому давайте вот здесь комбинацию 1 и 2 уберем. XC или ART. Так. Переменная string. Что тебе не нравится? String. По умолчанию ты у нас будешь пустым. А, ну да, я понял. For. Теперь цикл, который у нас выполнится. Сколько здесь? 1 миллион раз. А, ну да, string у нас уже есть. А, окей. И, соответственно, давайте выведем эту нашу строку. Что у нас сейчас? Playground обалдеет. Да. str плюс string random. Конечно же. Вот так. Запускаем. Ну да, вот все. У нас, значит, процесс начался. Давайте это дело погасим. Давайте добавим. Вот там тысячу итераций сделаем. Вот у нас, пожалуйста, наша произвольная строка. Как предлагаю действовать? Пренагаю написать просто функцию, которую назовем checkMatch, и в которую будем отдавать нашу строку str, и которая будет возвращать значение, булевое значение. То есть, если два символа встретились, то возвращаем соответственно, true. Если они не встретились, возвращаем false. Имейте в виду, что вот таких массивов может быть сколько угодно, да, и символа здесь может быть сколько угодно. То есть там x, t, m, ну и так далее, да, то есть это там вводится, например, с клавиатуры. Ну, в контексте нашего примера неважно, да. То есть сейчас все сводится к тому, чтобы просто написать вот эту функцию. Давайте по умолчанию, вот у нас будешь возвращать false. И, соответственно, что мы здесь сделаем, как только, если наша строка соответственно возвращает нам true, то мы выводим вот ее в консоль и выходим на фикс цикла. Вот таким образом. Этот принт нам уже не нужен. Да. Значит, ну, соответственно, можно заморочиться, и если эти символы не совпали, там еще сделать вывод того, что такого совпадения не было. Ну, в общем, теперь давайте сфокусируемся на функции checkMatch. Значит, ну, что нам нужно сделать? Первое, что нам нужно, это пройти в цикле все символы в строке s in str таким образом мы будем проходить весь наш цикл. Значит, теперь давайте для простоты сперва возьмем ну, какой-нибудь один массив, допустим, переменная array, в которой у нас будет два символа. И мы начинаем проходить наш цикл, соответственно, и сравнивать, есть ли символы в строке. Значит, как мы это будем делать? Будем делать мы это тоже в цикле. Причем тут очень хитро нам нужно действовать, потому что вот в этом цикле нам нужно будет еще, помимо всего прочего, удалять элементы. То есть, я предлагаю, как только мы нашли этот символ в строке, мы из массива array, этот символ, допустим, x встретился у нас, из массива символ x удалили. c встретился, из массива удалили c. Значит, и как мы это будем делать? А вот так мы это будем делать. Да, нам уже не нужен цикл. Есть у нас здесь переменная, есть функция contains, то есть, если массив у нас содержит, кстати, это не строковая переменная, поэтому ее перевести нужно будет к строковой. Если он у нас содержит элемент s, то есть, вот так, если он там есть, то нам этот элемент нужно из массива удалить. Как мы это будем делать? Значит, при помощи функции removeAllWare. Значит, и, соответственно, здесь у нас наш элемент массива. таким образом работает функция removeAll. Она удаляет все элементы из массива, то есть, она пошагово проходит просто по элементу на весь цикл, и если при определенном элементе она возвращает у нас true, то этот элемент будет из массива удален. Поэтому мы что? Мы просто проверяем. Если элемент равен string s, тогда мы возвращаем true. в противном случае возвращаем false. И здесь нужно сделать еще одну проверку. Если наш array пустой, значит, все, все элементы удалены, и значит, совпадение было. таранц. Значит, ну, теперь это у нас функция, она будет работать только для массива x и c. Можем, кстати, уже ее проверить. Давайте я сейчас запущу. Ну, собственно, вот. Вот я вижу c, и на x она, соответственно, вылетела у нас, на 16 итерации. Теперь надо весь массив сюда соответственно добавить в проверку. Ну, как это делается? и делается это тоже в цикле. Причем нам нужен хитрый цикл, потому что этот массив нам нужно каждый раз будет создавать. Значит, нам нужен этот array. Давайте я сейчас пока его за комментарий. Нам нужен array, который будет причем не давайте a назовем его, потому что array у нас уже есть. in array. Соответственно, вот так мы оставить нашу функцию не можем, потому что вот эта переменная, она у нас неизменяемая, а здесь мы ее, а здесь мы, соответственно, из массива удаляем данные. Поэтому здесь нам нужно этот массив формировать по новой и каким образом это будем делать? а вот таким мы пройдем этот цикл через так называемый enumerated. Что это значит? Что вот здесь у нас каждый раз переменной цикла будет кортеж с индексом и элементом, которому принадлежит этот индекс. то есть можем сделать вот так индекс, причем сам элемент массива нам уже не нужен, потому что его здесь мы будем получать из основного массива по индексу. Вот такая вот мудреная схема у нас получается array по индексу индекс. Вот, собственно, и все. Тестируем. 27 итераций, последняя у нас был символ r, соответственно, я предполагаю, что мы попали вот на эту итерацию, на r и t. Получилось, вроде, задача простая, но получилось достаточно мудренно, но тем не менее, тем не менее, все это дело работает, и что я вам предлагаю, если у вас есть более какое-то короткое решение, может быть, с использованием каких-то конструкций свифта, то обязательно пишите его в комментариях.